Друзья Архалюбы, здравствуйте! Не знаю, как у вас, но у меня каждый поход в строительный гипермаркет Леруа Мерлен для каких-нибудь насущных хозяйственных нужд не обходится без того, чтобы я не утерпела и хоть одним глазком да не заглянула бы в цветочный отдел в поисках орхидеи. И этот раз, как вы сами понимаете, рассмотрите это видео, не стал исключением. Для любителей экзотики не орхидейной, а вот самой-самой настоящей, тропической, есть здесь ананасы уже даже с небольшими плодами. И это настоящее такое диковинное зрелище. Полюбуйтесь! За то время, что я не посещала Леруа Мерлен, в садовом отделе появилась очень интересная опция. Каждое растение обзавелось специальным кодом, с помощью которого можно тут же узнать все лайфхаки по уходу за ним. У меня совершенно не было времени опробировать эту возможность. Но вот интересно, кто-нибудь из вас воспользовался уже подобной опцией? Если да, то обязательно напишите в комментариях, насколько она оказалась полезной. Но вернемся к тому, что нас интересует более всего, а именно к орхидеям. На этот раз здесь представлено большое количество не только фаленопсисов, которых мы все обожаем, но и различных симпедиальных орхидей. Белоснежной пеной цветов очень стараются усладить наш взор Дендробиумы Старкласс Вайт. Хотя они стоят здесь уже давненько, но некоторым это все же удается. Милыми цветочками, схожими с колокольчиками, пестреют Дендробиумы Санок. И их здесь удивительное разнообразие. Есть белоснежной свисташковой серединкой. Лиловые, способные густым оттенком посоперничать с лесными колокольчиками. И словно расписанные акварельными легкими мазками сиреневые. А также вот такие нежнейшие розовые и другие, напротив, пламенеющие яркой фуксии. И, конечно же, знаменитый Polar Fire, полярный огонь. Настоящее орхидейное северное сияние. Все они продаются по 855 рублей. А вот орхидейный микс, именуемый ни много ни мало как эксклюзив, уже по цене 1111 рублей. И знаете, что у нас теперь эксклюзив? Вы, наверное, удивитесь, но это вот такие всем известные желтые цыплята ансидиума Sweet Sugar. А также ансидиум с более хищно-полосатой окраской, в переводе значащийся как медоносная пчела. А дантоцидиум Tiger Tail, тигровый хвост, с его пятнистыми звездчатыми цветками, тоже эксклюзив. В общем, все то, что раньше именовалось Cambria Mix, эксклюзив. И среди них тоже может притаиться что-то ароматно-прекрасное, с висташково-розовыми полосатыми цветами и белым жабо-губы. Дивный аромат источает и Miltonia Sunset, что в переводе означает «закат». Красавица отнюдь не с яркими закатными, а наоборот, нежными красками, солнечно-желтыми и пастельно-розовыми. Фаленопсисов здесь тоже в достатке. Все они из разных завозов, поэтому есть среди них и отрадно-свежие, и те, которые, прямо скажем, уже подрастеряли значительную часть своего орхидейного лоска. И даже знаменитые крашенки продолжают нам привозить с таким постоянным упорством, вот агитируя, что это красиво, брать надо. Цена на фаленопсисы варьируется от 1100 рублей до примерно 1300 рублей. Чтобы найти что-нибудь интересненькое, дабы полосторгаться как следует, нужно хорошенечко так понырять в этом бушущее море фаленопсисов, что я с огромным энтузиазмом и проделала. И вот перед нами бледноликий, как весенняя луна, фаленопсис Торино. Очень нежный, весь словно сотканный из прозрачной желто-лиловой дымки, как ветка сирени, окутанная призрачным лунным сиянием. Для любителей романтичного настроения и пастельных окрасов в самый раз. Причем, в отличие от многих других фаленопсисов, Торино, воцветая, не теряет своей привлекательности, а бледнее становится, на мой взгляд, еще интереснее, словно аристократка минувших веков, тщательно следящая, чтобы ее кожа оставалась бледной, почти полупрозрачной. А это просто шикарная орхидея. Увы, не в плане качества, потому что она явно не из нового завоза, уже несколько потеряла свежесть красок, но это тоже тот самый гибрид, что будет, воцветая, лишь прибавлять в красоте. Фаленопсис вулкан в расцвете своей свежести ярок и играет мягкими оттенками оранжевого, незаметно переходящими в золотистый персик. Постепенно, по мере цветения, оранжевый практически тает, уступая персиковому румянцу полностью. Четче становятся розовые прожилки на тонких лепестках, и лишь красная вся в разводах губа напоминает о погасшем вулкане красок. До краешки петали сохранили золотистый отблеск былой яркости. Кому же нужна именно пламенная яркость, могу порекомендовать Фаленопсис Хэппи Кэррол, Счастливая Кэррол, вся сплошь покрытая пунцовым румянцем, отчего ее цвет почти приближен к красному, который можно увидеть и на обратной стороне петали и сипали цветка. Конечно, это не чисталый, что для Фаленопсиса практически редкая редкость, но очень красивый, приглушенный оттенок маренового, переливающийся, если внимательно присмотреться, персиково-золотистым перламутром. Словно бы продолжая симфонию красноватых оттенков, играет всеми переливами кораллового Фаленопсис Нарбона. Гибрид имеет еще одно более поэтичное и любимое мною название Октобер Форест – Октябрьский лес. Именно оно вызывает в памяти осенний пожар листьев, в котором яростно борются всевозможные оттенки красного, от светло-красного коралла до коралла малинового, который понемногу сдается сияющему ализариновому. Во всем этом коралловом пожарище можно рассмотреть, как тихонечко мерцают золотистые искры, придающие цветкам Фаленопсиса вид благородный, а тоненькая белая каемка цветка является прекрасным обрамлением, успокаивающим это осеннее пламя. Последние отголоски солнечного лета пытается запечатлеть на своих цветках Фаленопсис Майя. Аккуратные небольшие, примерно 7 см в диаметре цветочки этой орхидеи наполнены золотистым сиянием бледного утреннего солнечного потока, и по этому нежному фону смелым пунктиром устремляется к серединке сок спелой малины. Примечательна губа этого гибрида такой фигурной формы, будто над ней кто-то успешно поработал с ножницами. Мне эта губа напоминает только-только распускающийся тюльпан, такого густого красного оттенка, который вполне успешно может посоперничать с самой спелой клубничиной, милейший, как по мне, орхидейка. Те же летние желто-красные оттенки щедро предлагает всеобщий любимчик попагая. Да и как не любить этот Фаленопсис, если он необыкновенно наряден и оптимистично ярок. А эти карминно-красные всполухи, охватившие краешки цветка, так причудливо расположенные, что делают один цветок непохожим на другой. Где-то они едва-едва лизнули красным язычком пламени серединки питали, а где-то, практически осмелев, охватили буквально половину лепестка. Особую яркость Фаленопсису придает пламенно-фуксиевая губа флюоресцентного оттенка, и это превосходный яркий акцент, завершающий феерию цвета. Очень многие упрекают этот Фаленопсис в том, что его цветы с течением времени выгорают и бледнеют. Что ж, ничто и никто не совершенен, и я уверена, что вот такой цветовой гаммой Фаленопсис способен услаждать наш взор достаточно, чтобы подарить самые положительные эмоции. И еще одно милейшее орхидейное солнышко Фаленопсис аласио, весь уже сотканный из солнечного света, крупноцветковый, приятного оттенка, названного цвет желтого воска. Губа же его значительно смягчает этот прохладный, бледно-желтый, до цвета зрелой желтой груши, который захватил краешки латеральных лепестков и затаился там, внутри под колонкой, и покрылся коричневой сеточкой. Такие орхидеи всегда симпатично смотрятся и дарят немного света в любую погоду и в любое время года. И уже настоящим завсегдатаем выглядит Фаленопсис Денвер, приезжая к нам с упорным постоянством в каждом завозе. Ничего необычного, но неизменно милый Фаленопсис с круглыми чашечками нежных цветов, по которым сиренево-розовыми бледными ручейками тянутся из пунцово-фуксиево центра прожилки, исчезая у самого краешка цветка, чтобы белый цвет широкой каймой прошелся по краям цветка, отчего кажется, что цветы созданы из тончайшего шелка. Не обошла я своим вниманием и эту дружную колючую компанию, потому что в комментариях одна подписчица просила их непременно показывать. И как не показать эту прелесть в колючках, тем более что среди них встречаются вот такие разнообразно диковины с разноцветными макушками, отчего кажется, что кактусы надели цветные береты, нарядились, так сказать, к осени. Суккуленты в Леруа привозить любят, они чрезвычайно выносливые ребята, долго могут здесь стоять, не теряя товарного вида и требуют минимального ухода. В общем, несмотря на всевозможные санкции, растения есть. Они продолжают каким-то чудом поступать, поэтому чья-нибудь орхидейная или другая зеленая мечта имеет неплохие шансы исполниться. А я на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, что продолжим наше общение в комментариях. Не забывайте поставить лайк, если вы получили от обзора приятные эмоции, и подписаться на канал. Обещаю, что впереди вас будут ждать встречи новой, интересной, орхидейной. Поэтому очень жду вас снова, ваша Алина.